Так, ну что, начнем, наверное, с темы, которая нас с вами в последнее время объединила, так скажем. Я имею в виду судебные иски со стороны руководителя администрации Радиохабирова Александра Сидякина по поводу, ну если говорить о вас, значит, публикации, которая вышла на сайте Эхо Москвы в Уфе после дам прошлого эфира, персонально ваш, где вы, в общем, традиционно анализировали текущую информационную повестку и, в общем, несколько слов сказали по поводу Александра Сидякина. Это стало предметом иска. Вот как вы это можете прокомментировать, я не знаю, ваши мысли на этот счет, планы по поводу линии защиты, может быть, или просто комментарий? Нет, ну в силу того, что я сам не занимаюсь этой судебной тяжбой, там у меня есть делегированные юристы, я комментировать ни линии защиты, ни там обстоятельства этого дела, конечно, не буду. Могу только прокомментировать, в принципе, реакцию господина Сидякина, ну и как бы дать какую-то оценку этой реакции, я, честно говоря, уже говорил и повторюсь, что я очень разочарован у Александра Геннадьевича, в том смысле, что он оказался существенно менее подготовленным к какой-то там публичной политике, на региональном уровне, да, у него все славно получалось на федеральном, он замечательно там, значит, ездил в Антарктику, веселил людей там всякими перформансами с белыми ленточками, а вот на региональном уровне, где пришлось столкнуться с реальной политикой, с реальными людьми, у Александра Геннадьевича не получилось практически ничего. И в итоге все это вылилось вот в эти вот достаточно неуравновешенные действия в качестве там судебных тяжб со СМИ, там, условно говоря, ко мне претензии – это мелочи, это личная реакция, то есть я вижу, что человек, ну, как говорится, в народе психанул, да, то есть не выдержали нервы у него, значит, вот и так далее. А вот то, что значительно важнее, то, что он сделает в отношении СМИ, в отношении там и Еха Москвы, и ПРУФУ, и, значит, Радио Свободы и прочее, прочее, то есть вот в отношении этого – это, конечно, недопустимые вещи для политика, и мы видим, как Александр Сидякин, ну, стремительно деградирует в качестве там политической фигуры или какого-то руководителя, или какого-то, значит, там, вообще, в принципе, хоть сколько-нибудь авторитетного лица на территории республики. Ну, для меня это печально. Вот, собственно, мой комментарий, я, честно скажу, ожидал и думал о нем значительно лучше, значительно в более таких невосходных категориях, а сейчас я вижу, что этот человечек так сидит. Ну, то есть я могу сделать вывод, что вы считаете, что это лично его инициатива? В отношении меня это, конечно, личная реакция, в отношении СМИ это, конечно, совершенно иначе, это системный подход в том смысле, что нет никаких других аргументов, как засудить всех вокруг себя или попытаться это сделать, потому что человек не готов и не заточен ни на дискуссию, ни на какое-то обсуждение, то есть у него нет аргументов, у него есть только вот эта вот судебная дубина. Ну, посмотрим. Вообще, я лично очень оптимистично настроен в этом смысле, потому что, вероятнее всего, у США ничего не получится. Так, хотелось бы все-таки понять, а почему же? То есть вы рассчитываете на справедливое разбирательство в суде? Ну, у меня есть для этого основания, я еще раз скажу, я не буду сейчас обсуждать технологические аспекты, мне, моя адвокат, этого не разрешает делать. Ну, если абстрагироваться от того, что это касается вас там и нас, как редакции, вы считаете, что это вообще... То, что это негативное явление с точки зрения свободы слова, это я понял, но насколько это позитивно, негативно или совершенно нейтрально отразится на репутации, что ли, политической карьере непосредственно самого Сидякина? Ну, безусловно, это отразится негативно, это уже начало отражаться. Это будет некий длинный-длинный процесс, на самом деле. То есть, если он полагает, что все это закончится там, как выстрел, как, значит, шелчок кнута и прочее, нет, это будет длинный-длинный процесс, в течение которого его репутация будет полностью уничтожена. Ваша позиция понятна. Ну, значит, продолжая тему исков, не могу не вспомнить, что совсем недавно уфимская администрация анонсировала иски к СМИ, которые сообщили о возможной болезни главы администрации Ульфата Мустафина, но вот буквально сегодня глава республики выступил с обращением и подтвердил, что Ульфат Мансурович заболел ковидом. Вот как вам эта ситуация видится? Ну, мне это видится в очередной раз подтверждением моей правоты, в том смысле, что я говорил и говорил, что пресс-служба уфимской мэрии никуда не годится. Ее нужно разобрать на части и разбросать в противоположных направлениях, чтобы, не дай бог, это все не собралось снова. Это неработающая конструкция, это отвратительный пресс-секретарь уфимской мэрии, и, ну, и как результат мы видим вот эти вот вопиющие противоречия реальности их слов. Никто ни в какой суд никуда ничего не подал. Это были пустые слова, это были пустые пугалки. Выглядело это неприлично, а теперь еще более неприлично это выглядит на фоне вот этого выступления ради Хабирова в черной рубашке. А неужели вы думаете, что сотрудники пресс-службы уполномочены и вообще как бы сами готовы сделать такие заявления, не получив на то указания сверху, имея в виду? Сначала сказать, что вот мы иск будем подавать. Ну, вы же знаете, чем отличается хороший пресс-секретарь от плохого пресс-секретаря, да? То есть вот чем отличается Байбулла, как его там зовут, господи? Байдавлетов, да? Да, Байдавлетов от Пескова, например, да? Они отличаются кардинально тем, что Песков мыслящий самостоятельной величина, по крайней мере, понимающий, как мыслит его хозяин, да? И вполне в состоянии формулировать, быстро реагировать на всякие вызовы и вопросы. А Байдавлетов, если он радиоуправляемая величина, если он всего лишь динамик, ну, в таком случае, конечно, их претензии я снимаю, но у меня возникают вопросы, за что же мы платим им такие зарплаты, если он просто говорящая голова. То есть, если предположить, что ему кто-то указал сообщить вот то, о чем мы говорим, да, об исках, ему следовало бы самому подумать, как Дмитрию Пескову, и как-то, я не знаю, отреагировать по-другому и, соответственно, другую информацию выдать? Естественно. Нет, если он готов на подобные унижения, что, значит, сегодня ему скажут, чтобы он сказал А, завтра он скажет Б, послезавтра он скажет, что все это было не так, если он готов на эти унижения с профессиональной точки зрения, с человеческой точки зрения, да ради бога, пожалуйста, но давайте не забывать о том, что пресс-служба мэрии и вообще пресс-служба государственных органов власти любого уровня, это, в общем-то, функциональная единица, у которой есть цели и задачи, которая должна информировать население, должна разъяснять какие-то вопросы. Это не просто пресс-служба какого-то клоуна, да, ведь, или какого-нибудь там актера, или какой-нибудь рок-звезды, которая может внести все, что угодно, на радость или на нерадость публике. Нет, это, в общем-то, функциональная единица, мы платим им зарплату, и в том числе вот этому бестолковому бы Давлетову, значит, и он должен нести ответственность за то, что он делает и говорит, да, или он должен выйти и сказать, мне вчера позвонил Мурзагулов и сказал, значит, произнести в эфире следующее и зачитать вот этот текст, вот это было бы честно, да, ведь он же говорит от лица уфимской пресс-службы, так? Ну, столь ли виноват он? Ведь это же система так устроена. Мы же можем предположить, что, в общем, как бы они не ожидали, что так ситуация повернется, и глава республики, точнее, выйдет и признается. То есть это, возможно, была такая линия, и деваться было некуда конкретному исполнителю. В этом и есть искусство подачи информации, в этом и есть профессионализм, и вот в этом и есть проблема нынешней мэрии, когда они нанимают верных, а не умелых, понимаете? Верных, а не умных. Это у нас сейчас ситуация повсюду в Башкирии. И в высших эшелонах власти, и пониже, и так далее. И наверняка вот этот вот товарищ Байдавлетов, кем бы он там ни был, он, наверное, очень рекомендован был какими-нибудь хорошими друзьями, товарищами, как человек надежный. Но никто ни разу не сказал, что он очень хороший профессионал, он умеет выходить из сложных ситуаций, а вот сейчас сложные ситуации, в информационном смысле, да ведь? И никто об этом не говорил. Он зато хороший парень, надежный человек и, наверное, еще и сын каких-нибудь хороших родителей. Я надеюсь. Вот. Но этот набор рекомендаций перестает работать в экстренной ситуации. Вот именно сейчас мы попадаем в достаточно системную экстренную ситуацию. Ситуация с Ульфатом Мустафиным не последний кризис в информационном поле республики. Я вам это вот предсказывал. А как вот вы можете прокомментировать тот факт, что все-таки Радихабиров вышел с этой информацией, да, публично ее озвучил? Хотя изначально мы можем предположить, что они этого делать не хотели. Ну, я могу это прокомментировать только так, что в республике не осталось уже достоверных источников информации. То есть ни Башинформ, ни говорящая голова Мурзагурова, ни тем более какой-нибудь господин Байдавлетов из Ухинской мэрии не вызывают сколько-нибудь серьезного доверия у населения, не являются акторами новостной повестки. И вот приходится теперь главе, значит, самостоятельно отдуваться. Вы помните фамилию пресс-секретаря Хабирова? Да, я помню. Мы общаемся довольно часто. Я вот не помню. Многие не знают вообще даже о существовании пресс-секретаря Хабирова. И абсолютное большинство людей не знают в лицо пресс-секретаря Хабирова. Многие даже не знают, что у этого пресс-секретаря женский пол, например. То есть вот это уровень информационного обеспеченности республики Башкортостан на сегодня. А может быть, в этом можно плюс усмотреть? Вот и был бы, например, пресс-секретарь очень публичный, каждый день выступающий. Мы бы получали всю информацию из вторых рук. А так непосредственно глава республики выступает с обращениями, встречается с журналистами. Ну, то есть мы всегда можем, в общем, напрямую пообщаться. Чего, например, раньше даже не хватало, например, при Русте-Мехамитове? Ну, на самом деле это не так. Во-первых, вы не до конца правильно трактуете функцию пресс-службы и пресс-секретаря. Конечно же, пресс-секретарь не должен заменять собой, условно говоря, своего хозяина. Но существует огромное количество вопросов, по которым отрабатывает пресс-служба. В том числе вот эти, значит, пресс-релизы, регулярные информационные потоки и прочее, прочее. Конечно, в какой-то экстренной ситуации, когда там сгорела какая-нибудь зимняя вишня и прочее, первое лицо должно быть на первом плане, должно быть на экране, в эфире и так далее. Но речь идет о том, что мы начали обсуждение с финской мэрией. То есть мэр отсутствует и, безусловно, существует пресс-секретарь. Здесь вот абсолютно очевидна роль пресс-секретаря в этой ситуации. И она не удалась господину Байдавлету, прямо скажем, методовый провал. Хорошо. А вот отсутствие мэра на рабочем месте на протяжении продолжительного времени, насколько плохо для хозяйства городского? Вот учитывая, я почему спрашиваю, учитывая, что раньше звучали такие мнения, что функционал у финского мэра сейчас значительно меньше, чем был, например, во времена Эрика Елалова, потому что это, в общем, Министерство по делам Уфы, Белого дома. А раз так, то и Белый дом справится напрямую. Нет, конечно. Во-первых, существует формальный функционал, то есть право подписи и всевозможные правила документа оборота и так далее, когда подпись мэра необходима. Это раз. Ну, несмотря даже на то, что существует ИО, да. Значит, второе, конечно же, роль уфимского городоначальника не так незначительно, как это хочется, например, представить некоторым, там, например, тот же Саша Сидиакин. Он, ну, очень не хочет, чтобы, ну, скажем там, фигура мэра была значительной с точки зрения градации вот этих вот власть-полномочий. Это вопрос такой маленькой ревности. Нет, конечно, фигура мэра – это очень важно. Отсутствие мэра более месяца на рабочем месте – это негативное влияние на ситуацию в городе, это однозначно. То есть, ну, если, например, господину Байдавлетову, как он заявил, кажется, что там есть мэр, что нет мэра, ничего не меняется, и жителям от этого неплохо и нехорошо. Но вот это вот безобразное, на мой взгляд, циничное высказывание пресс-секретаря Охинской мэрии, конечно, надо взять на заметку и как-то между собой разобраться там вообще. Ну, кем себя возомнил вот этот вот неизвестный чей племянник. Так вот, значит, соответственно, ну, нет, конечно, конечно, нет. Это очень плохо. То, что нет мэра, то, что он не работает, да, на момент физически, то есть это, конечно, очень плохо. Ну что ж, пожелаем, Альфа Томанкручу скорейшего выздоровления. Будем надеяться, что он вернется к исполнению своих обязанностей. И продолжим, значит, говорить. Вот есть еще один вопрос, по которому Ради Хабиров изменил, в общем, позицию. Это позицию по поводу акций БСК. Довольно неожиданно, на мой взгляд, в выходные прозвучала его позиция в том, что мы теперь, мы это в смысле республика, поддержим позицию, значит, прокуратуры о переходе акций, значит, собственность России. Вы как эту ситуацию видите? Как прокомментируете? Ну, я уже, конечно, комментировал ее, но попытаюсь, значит, свести воедино разные-разные, значит, версии. Ну, во-первых, мне кажется, что опять произошла некая акция радиоуправления из Москвы. То есть до сего момента Хабирову не была представлена позиция федерального центра по этому вопросу. Теперь ему там, видимо, расшифровали. Потому что, ну, столь кардинального изменения позиции может быть только под влиянием каких-то обстоятельств. Центра это президента лично? Как вы думаете? Нет, конечно. Не, ну что вы, ну, не надо преувеличивать. То есть общение президента России Путина и Хабирова, это всего лишь несколько раз в жизни у Хабирова случилось, там буквально считанное количество. Конечно, никакого прямого контакта у них нет и быть не может. Более того, в последнее время Хабиров как бы не входит в число любимчиков и фаворитов Владимира Путина. Это безусловно. Нет, конечно, там существуют чиновники администрации президента, которые непосредственно завязаны на Хабирова. Я думаю, что уровень Кириенко и даже уровень начальников управления администрации президента вполне себе достаточен для управления, значит, Хабирова. Соответственно, ну, вот он получил какое-то указание. У меня складывается впечатление, что уже существует некая договоренность между, как бы, вот Кремлем и Хабировым или Башкирией, тут уже не важно, о разделе этих акций, предварительная договоренность. Судя по всему, из Москвы были даны гарантии о том, что, ну, пакет не меньше предыдущего останется в управлении Республики Башкортостан, то есть не в собственности, а в управлении. Это моя версия. То такая она очень правдоподобная, она основана на некоторых данных и некоторых там разговорах с московским чиновникам. То есть схема, видимо, выстраивается следующим образом. Отжимают все 100% федеральную собственность и в управление Башкирии выдают там 38%, а может быть там и 45%. То есть, в принципе, не жалко. То есть, в управление и в право пользования дивидендами вот этой части собственности. Но не контрольный. Ни в коем случае. Контрольным предприятием допущено не будет точно. Значит, вероятнее всего, контрольным предприятием, ну, при таком сценарии, будет передаваться одной из госкорпораций. Там есть несколько предположений, каким из них. И далее, вот, как говорится, поехали. Потом будут предприняты попытки какого-то решения сырьевой проблемы или, по крайней мере, ее стабилизации. А дальше, конечно же, через несколько лет мы опять подойдем к моменту новой приватизации БСК. То есть, это вот почти повторение сценария с Машнефтью, ну, немножко там с разными вариациями. Неопределенным остается вопрос только реакции и взаимоотношения, и пути решения проблемы с собственниками, физическими лицами, вот этими тремя богатырями, живущими за пределами Российской Федерации, но являющимися резидентами Российской Федерации. Вот как с ними быть, на таких условиях у них будут отбирать эти акции, пока остается непонятно. Если вот это вашу теорию, значит, взять за основу, то насколько это позитивное, что ли, разрешение всей этой истории? Или вот все-таки это больше негативная история? Или нельзя сказать пока заранее? Нет, смотря для кого. Для господина Черникова это катастрофа. Для республики, я имею в виду для жителей Башкортостана. Это тоже катастрофа, да. Для жителей Башкортостана не изменится ничего, если распределение дивидендов будет идти тем же порядком, как и раньше. Напомню, раньше дивиденды попадали в РЕК-фонд под управление фактически там буквально горсткой людей, то есть это Хабиров, Сидякин и еще несколько человек, которые, по сути, распределяли эти деньги по своему усмотрению практически. Если эти деньги будут попадать в бюджет, ну хотя бы в той же сумме, что и раньше, то, конечно, жители республики от этого выиграют. Безусловно. То есть, по крайней мере, есть шанс на то, что деньги будут распределены в соответствии с бюджетными правилами и в соответствии с целями и задачами бюджета республики. И есть шанс, что какая-то их часть хотя бы дойдет до каких-то позитивных целей, там построят какую-нибудь школу, или купят хотя бы, наконец, какие-нибудь скорые помощи, или, например, заасфальтируют улицу Польсомольскую или 8 марта. На ваш взгляд, судебный процесс, который начался уже и вот в пятницу следующее заседание, может быть интересным? Или, в принципе, там все будет предсказуемо? Буквально 30 секунд до перерыва. Он будет очень интересным. Пока не все предсказуемо, но многое становится понятно. Понятно. Политтехнолог Андрей Патрицын на прямой видеосвязи с нашей студией сегодня. Продолжим на тему уфимских событий, связанных со застройками, активностью граждан и созданием Республиканского градостроительного совета во главе с главой республики. Ну, вот давайте с конца, наверное, да? Сам градсовет, на ваш взгляд, это решение проблемы на будущее? То есть у нас теперь не будут возникать вот эти вот очаги напряженности, как на Шатару Ставелле? Или все-таки это бесполезно? Бесполезно, конечно. Это очередная надстройка над неработающей системой. В том смысле, ну, начнем с того, что это вообще-то не совсем понятная с точки зрения закона информация. То есть мэрия и вообще любой муниципалитет сейчас может полностью, скажем так, обнулить вообще вот этот градостроительный совет одним простым запросом. Например, задать вопрос, письменно только это нужно сделать, будьте добры, расшифруйте, пожалуйста, что значит социальная нагрузка, социально значимые объекты, социальные обязательства и так далее. То есть в законах о строительстве, в законах, которые прописывают порядок выдачи разрешений, всю вот эту формальную сторону строительного процесса, там не указано вообще ничего об этом. С формальной точки зрения никакого градостроительного совета существовать не должно. Есть муниципальные полномочия, значит, существует там увязка, например, строительства с генпланом города, с правами и обязанностями муниципалитета и застройщика, да. То есть вот я могу сейчас взять и обратиться в мэрию там с там просьбой о выделении там какого-то участка под строительство. Мэрия в определенном порядке должна согласовать или не согласовать, отказать там на каких-то законных основаниях и так далее. Это все прописано в законах. Там ни слова не сказано, ни про какой градостроительный совет, и ни слова не сказано, что какой-нибудь Сидякин или тем более Баширов должны определять судьбу, значит, запроса на строительство. То есть кто они такие в этой сфере? Никто. Соответственно, вот этот вот градостроительный совет, который состоит исключительно из вот этих вот мега своих, да, то, ну, конечно, он законно никак не может быть обоснован. Попытка это навести порядок в том бардаке, который существует, да, попытка. Увидел Хабиров вот этот жуткий беспорядок, который сложился в этой ситуации? Да, увидел. Но он должен отдавать себе отчет, что этот беспорядок – результат деятельности, двухлетней деятельности, как минимум, его собственной системы власти в республике. Два года уже, более чем два года, его люди, он, вот эти все свои, осуществляют вот эти полномочия. Вот результат. Значит, ну, делать очередную надстройку, или, как говорил господин Балабанов в свое время, плодить сущности, я не вижу никакого смысла. Ну, а как-то же решать надо. Я понимаю, что вот вы говорите сейчас с точки зрения, там, законов, может быть, не все в порядке, но ведь у нас не всегда именно по закону все решается, да? Тем более здесь люди… Это моя проблема. Решая до этого не по закону, они снова решили делать не по закону. Где здесь логика? Ну, само желание ведь это хорошо, все-таки желание же, оно направлено… Желание – это прекрасно, но желание никогда не подменит ни компетенций, ни, значит, возможностей, ни, значит, потенциальных путей решения. Хотеть этого недостаточно. Если я сейчас захочу прыгнуть с места на 5 метров в высоту, при всем моем желании я не смогу этого сделать. Ну, разве найдутся люди в администрации УФЭ, которые скажут, ай-яй-яй, все это не по закону, мы пошли в суд? Ведь все-таки это люди одной команды, они скажут, ну что ж, ну ладно, давайте так. До тех пор, пока у нас существует хоть сколько-нибудь конкурентная среда, и в том числе в строительной сфере, найдутся люди, которые просто через обыкновенный районный суд отменят любые решения этого градсовета, как просто нелегитимного органа и все. А как же Курултай, который у нас в случае необходимости может в течение недели принять нужные не только поправки, но и целые законопроекты? Если это полномочия и компетенция региональных законодательств, то да. Но что-то мне подсказывает, что речь идет о системном федеральном законодательстве, о строительстве, и, соответственно, это не зона действия Курултая. То есть это все может закончиться неприятно, какими-то процессами громкими и откатом назад? Ну, в определенный момент. То есть до какого-то момента, конечно, все муниципалитеты будут покорно воспринимать этот странный орган как необходимости, как данность. То есть, по сути, все перейдет на такую схему. Вот в муниципалитете появляется заявка на строительство, они каким-то образом ее обрабатывают, превращают в какой-то документ и отправляют на решение Сидякина, Баширова, Хабирова. Значит, там приходит бумага с красной рецензией, разрешить, не разрешить. Ну, в какой-то момент кто-то из участников процесса не согласится с такой постановкой вопроса. А по земле завтра Курултай примет, видимо, уже в окончательных чтениях изменения в законы по поводу контроля за распределением земли. Здесь, вы как думаете, это правильно с точки зрения борьбы с коррупцией на местах? Ну, это имитация. Вот если бы существовала уверенность в том, что госпожа Полянская и ее аппарат способны кристально честно обслуживать вот эти функции, которые они забирают себе, тогда да, может быть, вернее, я бы сказал. Но откуда у нас уверенность, что они в состоянии делать это все кристально честно, чисто, а самое главное, правильно? Где у нас уверенность в том, что они справятся в ближайшее время, прямо вот буквально через неделю-две уже начнутся у них эти функции, где уверенность в том, что они с этим гигантским объемом задач справятся эффективно, вот внезапно, хотя они еще даже не пробовали этого делать никогда. Но вы согласны с тем, что вот есть эта проблема на местах, и ее как-то нужно решать? Конечно, она есть. Конечно. Ее нужно решать при помощи усиления полномочий местных районных советов, при помощи смены кадрового состава глав районов, которые, как вот метко заметил господин Ахмадзиноров, главарь Башкирской единой России, он с каким-то таким удивлением сказал, что там чуть ли не у каждого второго главы оказывается, есть уголовные проблемы с распределением земли. А простите, господин Ахмадзиноров, вот эти главы, они члены какой партии? Не вашей ли партии жуликов и воров? Их назначал случайно не сам Лихавиров, вот этих глав, у которых у каждого второго, значит, уголовные проблемы с распределением земли? Вот сюда нужно смотреть. Ну ведь, как говорится, ребята, может быть, не всегда, бывают и нерадивые, но ведь свои, и самое-то главное, других-то нет. Всегда же говорят, что кадровый голод у нас не то, что там в районах, но и в Педа же. Конечно, другие есть. У нас 146 миллионов населения в Российской Федерации. Вот, например, буквально вчера Хабиров внес на рассмотрение Крутая кандидатуру осетинского специалиста, который займет пост заместителя руководителя контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан. Зовут его Абрек, фамилию я не помню, но она такая очень хорошая. Да, вот этот человек, вот же нашли же кадры, да, вы смотрите. Суть по всему, проверенный наш товарищ, да? То есть, как бы, прямо из Осетии, вот прямиком к нам прибыл. Не, ну подождите, все-таки не сравнить. Такого человека, наверное, главой района не поставишь, потому что действительно он ничего не знает, что в этом районе происходит. А его сюда приглашают на контрольные функции. То есть, как раз человек, незамеченный в связях с местными какими-то баями, просто руководителями, может быть, в этом случае это правильное решение? То есть, он будет честно контролировать и считать. Да, Руслан, можно было бы, например, взять специалисты еще из Колумбии. Там еще менее связаны они с нашими криминальными группировками башкирскими. Зато какие навыки у людей, согласитесь. Так вот, нет, конечно, это все неправильно, абсолютно. То есть, люди, которые работают в управлении регионом, должны быть как минимум компетентны и понимать, что происходит в регионе. Они должны какое-то время в нем работать. Знать подагодную территорию, я говорю это и о главах районах и так далее, и так далее. А не менять их местами, как шахматные фигуры на доске. Ну вот опять же, мы тут сталкиваемся с тем, что людей вот не хватает, говорят. Говорили об этом при Хамитове и сейчас говорят. В некотором роде ротация, она же как раз позволяет вот эти связи разрушить коррупционные прежде всего. И контроль улучшить, нет? Разве не так? Руслан, коррупционные связи должны разрушать Следственный комитет путем взятия под стражу людей, у которых эти связи... Руководитель региона не власти над Следственным комитетом, у него свои методы, скажем. Да, это, конечно, камень в огород Следственного комитета. То есть не Хабиров должен менять местами глав районов, а Следственный комитет должен их чаще арестовывать. Но я возвращаюсь к вопросу о кадровом голоде. У них голод только на своих. Вот эта команда своих оказалась удивительно мала. Вот в чем проблема. А дело не в том, что нет специалистов. Очень большое количество талантливых и способных людей есть в Башкирии. В том числе людей образованных. Не вот так образованных, как вот эти вот свои из команды Хабирова всякие горские аграрные институты позаканчивали, а теперь, значит, дорожной сферой управляют в республике. Нет. Есть люди талантливые, есть люди образованные, но они не свои. Поймите, вот этот главный принцип не выдерживается никак. Вот в чем проблема для этого. Вот тут на эту тему нам слушатели пишут, Дмитрий. Все крупные подряды отдаются армянам, он утверждает, не знаю, откуда эта информация. На ключевые посты выдвигаются кабардинцы. Это тенденция, спрашивает он. Ну вот вы уже сказали, что тенденция, я так понимаю, да? В общем, тенденция, да. Уже трое представителей этого региона у нас занимают существенную должность в республике Башкортостан. Ну, я, конечно, все-таки не до конца согласен с тем, что нельзя этого делать. В некоторых случаях это же очень хорошо, значит, срабатывает, так скажем. И ведь можно дать время, шанс, и в конце концов посмотрим по результатам. Разве нет? Мы-то можем дать им шанс, но они нам не оставляют никакого шанса. То есть результаты мы видим, эксперименты мы понимаем. Дело в том, что нужно смотреть на компетенции, а не на происхождение, не на цвет кожи или еще что-то. Или на какую-нибудь сексуальную ориентацию. Дело не в этом. Но я не вижу примеров того, чтобы сейчас кадровая политика исходила из этого критерия. К сожалению, только свои, только свои проверенные. Где-то вместе работали, с кем-то контачили какие-то, значит, там происходили сделки. Люди проверены вот этим огнем, водой и медными трубами. Вот, значит, их можно брать. А как проверить человека на не только профессионализм, но на некую надежность? Может быть, все-таки есть в этом смысле аргумент? Вот то, что да, это люди понятные. То есть понятно от них, чего ожидать. То есть они в последний момент не предадут. И это важно, может быть, в этой ситуации. Вот смотрите, Руслан, мы здесь с вами попадаем в интересную вилку. Что значит надежность? Надежный, который не сдаст криминальную схему, или надежный, который не поддастся соблазну украсть? Надежный в смысле предсказуемый, наверное, все-таки. Он будет делать ровно то, чего от него ждут. Это совершенно не связанные понятия. Предсказуемый и надежный. Совершенно не связанные. То есть в наших реалиях, я имею в виду реалиях в целом российских, можно вести кадровую работу иначе, вы считаете? По принципам каких-то западных принципов? Нет, не обязательно западный принцип. Например, есть принцип Татарстана. Татарстан безжалостным образом выявляет талантливых управленцев по всей стране и тупо переманивает их к себе на работу. Я был свидетелем таких разговоров. Я как-то был в командировке в Татарстане. Мы там встречались с президентом Татарстана и с его управленцами. И действительно, там идет жесткий рекрутинг. Люди очень внимательно присматриваются. И при мне были вот такие акции прямого выкупа условно специалистов. Они видят, что человек талантливый, хорошо работает, у него получается. Значит, они его фактически соблазняют. Предлагают условия лучше, предлагают полномочия лучше, предлагают какие-то перспективы роста и так далее. Вот это, на мой взгляд, вполне себе жизнеспособный способ обрести нормальные кадры, а не искать среди воспоминаний своих изописных книжек те, с кем я удачно сходил в баню или где-то там чего-то заработал на курортах Кавказа. Так, ну все-таки, а вдруг все наши приезжие специалисты тоже так же отбираются? И они прекрасно до этого работали, но тут им предложили новые условия, потому что они ценные специалисты. Об этом же просто не рассказывают? К сожалению, подтверждение подобного предположения нет. Ну, тем временем, вот как раз один из таких приезжих специалистов, ныне министр транспорта Алан Марзаев, подвергся критике, между тем, да, и довольно серьезной на утренней понедельничной оперативке. Тут я, наверное, спрошу по адресу Ли, то есть правильно ли винить министра транспорта за то, что на дорогах гибнет довольно много людей. Кстати, не намного больше, чем в прошлом году, но все-таки гибнет. Начнем с того, что было много в прошлом году, а в этом году еще больше. Ну, так машин больше становится, в общем. Да, дальше, значит, нет, машин становится больше, людей становится меньше, не забывайте об этом. И машин у нас не становится настолько больше, нет. Транспортная обстановка не стала напряженнее, но это, да, зона ответственности Министерства транспорта, значит, в первую очередь потому, что именно Министерство транспорта занимается организацией движения, а ГИБДД занимается контролем движения. Значит, вот это очень важный момент. Организация дорожного движения – это функция Министерства Марзаева. Он нисколько не занимается тем, чтобы изменить систему движения, значит, под воздействием факторов аварийности. Вот в чем вся штука. Все, что он делает, это расстановка камер. Более того, камеры у него тоже не получается хорошо покупать, потому что они толком не могут проводить конкурсы. Ну, это мы так будем завуалированно называть, не могут, а на самом деле у них не получается провести конкурс так, как им хотелось бы. Так что нет, это абсолютно по адресу. Меня забавляет другое. Как, в какую сложную ситуацию попал Радий Фаридович, ведь рано или поздно ему придется своих начинать наказывать. Ну, вот он уже анонсировал, что он до конца года посмотрит. Он анонсировал, да, но он, правда, очень мягонько пока это делает. Он, видимо, для себя еще не решил. Дело в том, что, понимаете, это ведь очень опасная история. В подобных сообществах, которые мы видим в качестве власти в Республике Башкортостан, существует абсолютный закон, своих не сдаем. Ну, Хабиров его декларировал как бы напрямую. Как только руководитель, вожак, вождь, главарь, ну, как угодно, да, этого сообщества нарушает это правило, большинство людей, которые находятся в этом сообществе, подвергают сомнению свое благополучие в дальнейшем. То есть они видят прецедент, им становится страшно, они понимают, что они настолько же увязаны во всей этой системе. Да, и начинают себя вести лучше, работать эффективнее. Да что вы говорите? Нет, они начинают собирать вещи. То есть они понимают, что, во-первых, ну, то, что за ними уже числится, это никуда деться не может, имеется в виду. Те прегрешения и нарушения, которые существуют, просто до них еще не дошли руки. Но они видят уже прецедент того, что, ну, вот, условно говоря, кого-то из них уже сдали. Соответственно, значит, ну, начинаются панические настроения. Но это закон поведения в подобных сообществах, это не я придумал. И дальше вот, дальше есть несколько вариантов. Либо сообщество распадается, либо оно переизбирает себе вожака. Вот, как бы, законы поведения вот в этих группах. Так что, ну, вот Хабиров, конечно, находится в очень сложной сейчас ситуации, каким образом ему выйти из этой ситуации, как бы не уронив своего авторитета и не превратившись в очередной раз в человека, который не исполняет своих обязательств. Ну, вот, пообещав наказать Нарзаева, он, помнится, еще эти кровь обещал пролить. Помните, да, на одной из оперативок, что прольется чья-то кровь. Ну, то есть по результатам года. Вот, в отношении именно вот этого вот аварийности на дорогу. Ну, так что, да, я в этом смысле не завидую Хабирову. Он стоит перед очень трудным выбором. Ну, вот, если все-таки взять опять за основу то, что ваша теория верна с точки зрения вот качества управленческой команды, на ваш взгляд, можно ли вот, как говорится, коней на переправе поменять вот так вот систематически, системно точнее, да, кардинально перейти на кадровую политику, как в Татарстане, например? Не обязательно копировать татарскую модель, можно ее модифицировать под себя. Отвечая на ваш вопрос, не просто можно, а нужно. Это, на самом деле, единственный выход для Хабирова из того тупика, в который он загнал себя. В корне всех проблем нынешней власти республики лежит абсолютно порочная кадровая политика. Если она не прекратится, она сама же себя и уничтожит. Ну, смотрите, при этом есть же второй человек республики, премьер-министр Андрей Назаров, которого вы не склонны критиковать и, в общем, не раз уже оценивали довольно позитивно его деловые качества. Это же говорит о том, что, в принципе, есть шанс, что он, например, да, в своей части может повести себя иначе, более эффективно. Или шансов мало? Более того, в манере поведения и в кадровых подходах Назарова я вижу зачатки какого-то здравого смысла. Единственная проблема в том, что у него недостаточная полномочия. Тех, кого он привел с собой непосредственно за руку, можно оценивать как профессионалов. К сожалению, Назарову пока не удается очистить правительство от вот этих вот шлаков, которые там присутствуют. Я имею в виду там Мадам Бойцову, там еще некоторых. Но я думаю, что это вопрос времени, вопрос там вот окончания вот этой сихковидной истории, потому что, ну, все равно сейчас пока Бойцову и нечего делать, там всякие форумы проводить нельзя, значит, каворкинги позакрывались, соответственно, как бы, ну, ей вроде ладно, она там не сильно вредна. Да, есть шанс сделать это руками Назарова, например, у Хабирова. То есть, если у него хватит на это, как говорится, фантазии и соображения, то Хабиров может найти для себя вполне себе такой, ну, малоболезненный выход из этой ситуации. Бескровно ему выйти не получится, конечно. Ну, где-то кого-то уговорит, кому-то объяснит, там, ему придется избавиться и распрощаться с довольно большим количеством людей. Ну, с кем-то по-хорошему, с кем-то там, ну, кому-то денег немножко дадут, кому-то там какую-нибудь там синий куру предложит и так далее. Но, безусловно, с большим количеством вот этих своих надо прощаться. Так, у нас время немного остается. Вот хотел бы, то есть вы как покомментируете в таком случае все вот эти информационные, назову их все-таки вбросами, которые в телеграм-каналах чаще всего звучат, у некой там отставки чуть ли не самого Хабирова, что там в Москве якобы решение приняли. Насколько это вам кажется абсурдным или не совсем? Ну, природа этих вбросов, а это действительно вбросы, она очень разнообразна. Во-первых, это некое тестирование общественного мнения. Я знаю точно, что часто администрация президента на Старой площади практикует такие вещи, чтобы померить температуру в регионе. Потом еще одна из природ этих вбросов – это попытка выдать желаемое за действительное, да? То есть, ну и так далее, и так далее. Есть еще технология проверки на вшивость, когда сам губернатор вбрасывает подобные новости, а потом смотрит, как среагировали подчиненные. То есть, ну, это так. С точки зрения фактической, конечно, я говорил и повторюсь, что я думаю, что до следующей осени снимать Хабирова нецелесообразно, с точки зрения федеральных властей. А тот багаж негатива, который он наберет или не наберет к этой осени, следующей осени, я имею в виду, это все зависит от него. То есть, если он придет в абсолютном разрушенном состоянии там с той же самой вот этой вот поредевшей командой своих к следующему сентябрю-октябрю, ноябрю 2021 года, ну, конечно, тем легче будет от него избавляться и логичнее это будет для Старой площади. Ну, будут ли они этим заниматься в условиях, когда там думская компания, нужно ее обеспечить, а такой крупный регион, это как раз стабильная база для того, чтобы обеспечить нужный результат? Я потому и говорю, что выборы пройдут, и только потом об этом зайдет речь. То есть, до конца 2021 года Хабирова трогать никто не будет. Субтитры создавал DimaTorzok